Финальную игру и футбол общество «Динамо» открыло шестую спартакиаду. Как прошел товарищеский матч между силовыми структурами и какие соревнования еще ждут участников, расскажет Василий Хатанзейский. Напряженная игра «Синие» идут в нападение. Именно в этой форме выступают служащие управления Министерства внутренних дел. Последний тайм-матч за второе место подходит к концу. Счет 7-4. Лидирует команда «Синих». Сегодня они в товарищеском матче со спортивным клубом «Армии» закрывают турнир по мини-футболу. Сыграли хорошо, как бы все рады. Главное – побегали для себя. Потому что спорт в любом случае всегда только положительно влияет. Играя, если сказать в целом, то пропустили первый гол. Не поникли. Сразу же отыгрались. Это, наверное, дополнительный импульс дало. И в итоге мы победили. Причем с таким крупным счетом достаточно. Для каждого из участников «Спартакеада» соревнования – это не просто время провождения со своими коллегами. Это и знакомство со служащими из других силовых ведомств. В первую очередь, конечно, тренировки многое дает. И тут даже плюс то, что мы ходим не только командой МВД, а у нас все структуры силовые. То есть и армия, и разгвардия. И ходим, получается, все вместе. Поэтому общаемся, друг друга знаем, на тренировках играем. А тут дополнительные турниры, они как бы еще дух соперничества придают. И это как бы еще лучше. И чем чаще такие турниры проводятся, тем интереснее. То есть одно дело где-то на тренировке побегать в удовольствие. И другое дело здесь, когда нужно как бы за результат. Всего в турнире участвовало пять команд. Одна из них – разгвардия. Для служащих уже сложилась добрая традиция – выигрывать кубок за первое место в турнире по мини-футболу. Непосредственно в этом году, в 2022-м, началась спартакиада «Общество Динамо». И открыла эту спартакиаду самый массовый спорт Российской Федерации, то есть футбол. Непосредственно с мини-футбола спартакиада началась. Все команды проявили настойчивость и упорство в достижении этой поистине. Ценные для всех команд награды. По итогам турнира – золото у Росгвардии. Второе место заняла команда управления Министерства внутренних дел. И закрыли тройку лидеров спортивный клуб армии. На этом состязания не заканчиваются. Команды примут участие еще в 12 соревнованиях. Мы планируем в конце февраля провести и гири, и настольный теннис у нас планируется. В начале марта мы планируем провести плавание. У нас 13 видов спартакиады, которые мы закрываем. Самый главный кубок по итогам всех соревнований получит та команда, которая наберет лучшие результаты в каждом состязании.